Привет-привет! Давно не записывал видео о том, как идет разработка моего проекта, который называется Seattle. И сейчас я вам расскажу, что я сделал за это время. Раньше у нас был проект-класс, который, по сути, отображает в себе информацию о всем, что находится в текущем проекте. То есть его там title, эффекты и аудио-видео, скажем так, фрагменты из основной части. Раньше он назывался Composition, но я решил его переименовать в Project, для того, чтобы это было более понятно и очевидно. Я в него добавил пачку методов, один из которых это PreviewAsset. К нему я сейчас еще вернусь. И методы, которые создают, генерируют из видеофрагментов превьюшку и, собственно, добавляют аудио-видео и видеофрагменты. Соответственно, я добавил здесь PreviewImage к нему. И, собственно, что же такое этот PreviewAsset? PreviewAsset — это Mutable Composition, это такой вот объект, который входит в фреймворк AVKit. И он, по сути, собой представляет наш ассет, который мы можем редактировать. Есть еще класс, который называется AVU Composition, но нам в данном случае нужен AVU Mutable Composition, для того, чтобы мы могли его модифицировать и собирать из него, собственно, готовое видео. Этот метод я задействую для того, чтобы показать превьюшку того, что намонтировали. И сейчас я перейду к UI-части. Но для начала я расскажу, собственно, что же здесь происходит. Для того, чтобы собрать Mutable Composition и смонтировать просто, например, несколько видео, которые идут стык в стык друг за другом с аудиодорожкой из них, то нам нужно на первом этапе создать вот этот вот наш, собственно, Composition. Это контейнер, в котором будут лежать треки. Потом к этому Composition добавить видео и аудио треки, на которые потом мы будем записывать видео из наших вот ассетов, которые у нас есть. Нам обязательно нужно у Composition вызвать метод AdMutableTrack, потому что нам нужен мутабельный объект, на который мы можем записывать, потому что треки еще могут быть и мутабельные, и, соответственно, мы их модифицировать никак не можем. Собственно, здесь вот мы создаем видео трек и аудио трек, и дальше переходим. Дальше мы проходимся по всем видеофрагментам. Видеофрагменты — это массив, который содержит в себе, по сути, обертки над видео ассетами, которые мы получаем из библиотеки девайса. И мы просто для каждого из этих фрагментов, мы из ассета достаем видео трек. По умолчанию предполагаем, что он один. И вот этот вот видео трек мы записываем в наш Composition трек. То есть у нас есть некий таймлайн нашей композиции. Как только мы его создаем, то таймлайн просто пустой. Записывая к нему первое наше видео, наш таймлайн становится вот, представляет из себя нечто вот такое. Затем, дописывая второе видео, мы получим вот так. И так далее. То есть все треки будут идти строго друг за другом, без каких-либо эффектов перехода и так далее. То есть это как некая базовая имплементация, просто как первый шаг к тому, что планируется сделать дальше. И вот мы берем наш видео трек, который мы создали, мутабельный, и в него insert time range. Time range это структура, которая описывается двумя параметрами start и duration. То есть они мы говорим как? Что мы создаем time range, у которого start это 0, и duration это длительность нашего видеофрагмента, который мы сейчас дописываем. Что это значит? Это значит, что мы берем весь видеофрагмент, никак его не обрезаем. То есть с нуля и до момента его окончания. И, собственно, вот это вот, как бы, всего его целиком мы insertим в этот вот наш видео трек в композиции. А insertим мы его на определенный момент времени. Определенный момент времени это мы берем вообще общий time range у нашего видео трека. То есть при первой итерации этого цикла он еще нулевой, потому что мы этот видео трек вот только что добавили. И он еще имеет нулевую длительность. Соответственно, беря вот time range и duration, мы как бы insertим в нулевой момент. И, то есть, insertя каждый раз, мы увеличиваем длительность нашего видео трека. И, по сути, мы дописываем каждый вот наш последующий фрагмент в конец. Такая же точная история с аудиофрагментами. То есть ничего сложного. И вот здесь на выходе мы получим, по сути, просто видео с видео и аудиодорожкой, которая будет в себя вот сдержать такую последовательность наших всех фрагментов. Сейчас покажу, как это все выглядит в UI на текущий момент. Пока что я не прикрутил сохранение это все локально в Курдату, поэтому это все просто как in-memory storage получается. То есть создаем проект. Знакомый процесс. Теперь, выбирая проект, мы попадаем в project editor. Это вот новый модуль, о котором я сейчас еще расскажу. Здесь вот у нас показываются все наши текущие фрагменты. Пока что фрагментов нету и только вот плюсик предлагает нам добавить. Под нажатием на него открываем нашу галерею. И вот мы видим два каких-то дефолтных... Ну, я их добавил в симулятор видео. Например, если мы быстрее выбираем этот... Все, мы вот можем сделать его превьюшечку. Это все стандартный имидж пикер. И choose мы его добавляем. Все, теперь вот наш проект выглядит следующим образом. У него один видео фрагмент. И вот можно еще что-то добавить. И можно также посмотреть превью. Нажимая на превью, мы просто видим, что да, здесь это один фрагмент. Что же происходит при нажатии на превью? Мы дергаем вот этот вот generate preview asset. И композиция, по сути, собирается только из одного единственного видео фрагмента. Сейчас покажу, как это все вызывается. Да, вот вызвали. Собрали нашу композицию. И, соответственно, она дальше будет проигрываться. Сейчас я покажу, как это все выглядит из кода. Соответственно, сюда мы можем добавить еще наше видео. Ну, пока их два. Их можно добавить, соответственно, сколько угодно абсолютно. Четыре сделанных, которые будут чередоваться. И посмотрим, как же это все выглядит. Вот оно, наш первый фрагмент идет. Следом за ним сразу же проигрывается второй фрагмент. Следом за ним третий. И снова наш четвертый. То есть, все вот максимально просто, максимально понятно. То есть, сейчас мы имеем просто простейший вот монтаж. Но это уже, по сути, что-то. То есть, это все сейчас, к сожалению, еще не сохраняется в курдате, как я сказал. Поэтому, перезапустив проект, мы увидим просто только наш вот этот текущий созданный проект. Проект 333, потому что метадата с информацией в проектах сохраняется в курдате. Но он по-прежнему густой. Хорошо. Также, за все это время, я пересмотрел немножко свою архитектуру. То есть, я несколько раз уже сталкивался с такой ситуацией, что роутер, так как я сделал так, что роутер, он напрямую связан с презентером, то я несколько раз сталкивался с проблемами, с этим связанными. Потому что, очень часто, та информация, которую мы получали из какого-то стороннего экрана, который представлялся, нужно было передать его дальше в интерактор. Дальше интерактор каким-то образом его обрабатывал и возвращал в презентер какое-то действие. То есть, это получилась колишняя петля, и в конечном итоге я решил отказаться от этого подхода. И теперь презентер знает только про view и про свой интерактор. А интерактор теперь знает еще и про роутер. То есть, он знает про презентер и про роутер. И сам он напрямую дергает роутер. То есть, по сути, это правильно. И изначально в описании, когда я начинал весь проект, то, читая про Viper, я знал, что обычно роутер связывают с интерактором. И я решил, что для меня это будет невалидно, и что мне лучше подойдет связь с презентером. Но я оказался неправ, я ошибался. И сейчас я пришел к тому, что лучше сделать все-таки правильно. И, в общем, это сделает меньше проблем. Соответственно, я обновил Xcode template. Если кто-то не знает, что это такое, я советую посмотреть одно из моих предыдущих видео. Я рассказываю, вкратце, это механизм, встроенный в Xcode, который позволяет вот таким образом описать файл по некому шаблону. И потом создавать сразу файлы пачками с предустановленным содержанием. Очень удобно. То есть, вот теперь интерактор, в нем прописан роутер. Ну, то есть, то, что вы уже сейчас вот здесь вот можете видеть. На примере Project Navigator, в чем выгода? Это, что сейчас вот наш View говорит презентеру о том, что выбрано, чтобы оказать новый проект. Презентер говорит интерактору, что нужно создать новый проект. Интерактор уже дергает роутер и назначает себя лиснером. Вот это вот диалога для создания нового проекта. И этот вот лиснер, соответственно, имя при создании прилетает вот сюда. И сразу же интерактор обращается к Movie Coordinaтору с просьбой создать новый проект. То есть, не нужно вот эти все дополнительные пробрасывания вот этого значения дальше. То есть, все упрощается в данной ситуации. Что вот это такое? Это лиснер для Movie Coordinaтор. Я его добавил для того, чтобы все интеракторы, которым это нужно, могли слушать изменения текущего проекта. То есть, он содержит в себе несколько методов. Это что новый проект был создан, что список проектов был обновлен, что активный проект был изменен и что активный проект был обновлен. То есть, что вот эти вот методы означают. Вообще, зачем я это все сделал? То есть, это нужно для того, чтобы Movie Coordinaтор мог сразу повещать многих интеракторов. И интеракторы, даже те, которые не представлены на экране, они, по сути, были слушателями событий. И получая экшены о том, что произошло какое-то событие, они могли обновлять какую-то свою логику, свое представление дальше дергать и так дальше. Чтобы не нужно было каждый раз на View VeloPier делать какие-то запросы в базу данных, чтобы вся информация обновлялась сразу же, как только она обновилась в координаторе. То есть, координатор уже, соответственно, получил два метода. Это добавить лиснера и удалить лиснера. То есть, лиснеры — это просто массив вот этих наших объектов. И когда что-то происходит, например, вот проект, ну, что нужно создать новый проект. Вот мы просим Storage Manager создать новый проект. И дальше мы смотрим, что да, проект не null, он действительно создан. И дальше мы оповещаем всех лиснеров о том, что новый проект был создан, и передаем ему, собственно, этот самый проект. Когда мы просим загрузить все проекты, то лиснеры таким же точным образом оповещаются о том, что список проектов был обновлен, ну, чтобы они могли актуализировать эту информацию у себя. Также точно, что когда мы назначаем наш активный проект, а у Movie Coordinaтор есть Active Project, это для того, чтобы у него запросить тот проект, который в данный момент редактируется. И, по сути, с Active Project мы вызываем из вот этого нашего списка проектов, когда мы его выбираем. То есть мы сеттим ему, наш Movie Coordinaтору, текущий, ну, какой-то активный проект, который мы хотим редактировать. Координатор в это время запрашивает Storage Manager и получить информацию о вот проекте, о ID-шне которого мы хотим сделать активным. И если такой проект существует, то он назначается активным проектом, и дальше лиснеры все оповещаются о том, что активный проект был изменен. И, соответственно, я добавил метод, что можно добавить в наш текущий активный проект видеофрагмент с определенным ассетом. Я дальше покажу, откуда это берется. И после всех этих манипуляций, к которым мы еще вернемся, все лиснеры оповещаются о том, что активный текущий проект был обновлен. То есть зачем это нужно? Когда будем показываться вот этот вот список проектов, то здесь вот будет показываться вот эта вот превьюшка, которая показывается, когда мы добавляем наш хотя бы один фрагмент. То есть вот эта вот превьюшка, она будет показываться на списке проектов. И вот в этот вот момент, когда был добавлен фрагмент, то вот тот вот список проектов тоже должен обновиться, и там должна появиться эта превьюшка, что когда вот этот вот, это окно можно будет закрыть, то список проектов там уже был обновленный, и мы уже видели все изменения, которые произошли вот в этом проекте. Они чтобы не отображались вот на вот этих вот маленьких превьюшечках. Так, что дальше, что происходит вообще? Как этот Project Editor работает? То есть мы, по сути, Project Navigator получил метод Present Editor, и он генерирует dependencies. Это наш movie-координатор, который мы пробрасываем туда дальше. То есть этот movie-координатор, он попал в наш Project Navigator Builder при создании из нашего вот сцены Delegator. Вот он, movie-координатор создаётся и передаётся как dependency в Project Navigator Builder. Дальше вот как бы из этого билдера, он в том числе вот через dependency, он пробрасывается в роутер, и дальше вот он, вот он есть, вот он попал в наш роутер, и дальше, когда нам нужно показать editor, мы берём тот, который хранится в нашем роутере, и его передаём дальше в Project Editor Builder. Вот точно таким же образом через dependencies, как это было сделано и для Project Navigator. Всё, заворачиваем это в Navigation Controller, ставим Fullscreen Presentation Mode для того, чтобы вот тут вот у нас не была такая вот карточка, как это делается при модальном представлении. Вот сейчас вот iOS, если я не ошибаюсь, 13-е, это как началось или 14-го. А чтобы это именно было вот на полный экран, потому что это всё-таки наш основной вот экран приложения, и нам не нужно видеть, что там поедине зона находится. И просто его презентим. Собственно, здесь, что же здесь происходит? Вот, он загрузился, точно так же мы с этим ему layout, layout точно такой же, как и в нашем Project Navigator. Ну, я это ещё буду обновлять, но пока что это сойдёт. И презентуру говорим о том, что наша iOS уже загрузилась. Дальше он запрашивает активный проект у Interactor. Interactor берёт активный проект из Movie Coordinator. Откуда он здесь взялся? А потому что мы его уже посетили при... Вот. Вот. Set Active Project у нашего Project Navigator интерактора есть, ID-шника. То есть мы вот Movie Coordinator говорим по сетке его, и дальше мы слушаем, что он изменился. Когда он изменился, то вот Active Project was changed, вызовется этот метод, и если проект действительно есть, то мы презентим Editor. Собственно, вот этот момент, мы можем быть уверены, что да, действительно, если уж мы сюда попали, то вот этот вот активный проект, он действительно существует. У нас, нам есть что редактировать, иначе бы этот весь экран, весь этот модуль вообще не был бы показан. Так. Запрашиваем. Дальше мы конфигурируем Presenter вот с этим вот нашим проектом. Ну, просто дополнительная проверочка, что да, он действительно существует. И мы создаем нашу View-модель с информацией. То есть мы берем Title, Title отображается вот сверху в шапке, Preview Image, и мапим фрагменты. То есть из вот этих вот видеофрагментов нашего проекта, вот массив видеофрагментов, мы просто, соответственно, генерируем View-модель для нашего View-контроллера. И у нас есть выложенная такая вот структура, которая называется Fragment Model. И, по сути, все, что нам нужно для этого пока что, это просто превьюшка, которая будет показываться вот на этом вот месте. И, собственно, дальше мы убеждаемся, что мы находимся на главной очереди. Нашу View конфигурируем вот с этой вот View-моделью. Вот, прилетает, прилетает, прилетает эта View-модель. Вот, вот он, этот метод конфиг. И дальше эту View-модель мы просто разбираем и как бы Title с этим View-контроллеру, дальше айтемы маппим. То есть принцип здесь абсолютно точно такой же, как и в Project-навигаторе. То есть вот есть Displayable-item, это Enum-чик. То есть потому что мы можем показывать либо фрагмент с превьюшкой, либо ячейка, что нам нужно показать новый фрагмент. Вот сейчас фрагмент с превьюшкой и вот на ячейка новый фрагмент. Дальше мы их маппим вот в этот вот массив-items и, собственно, отрисовываем просто Collection-View так же, как это все обычно происходит. Вот, когда Collection-View мы выбираем нашу ячейку новый фрагмент, то мы просим презентера показать... Ну, точнее, как мы презентеру говорим о том, что выбран наш add-фрагмент. То есть сейчас при нажатке add-фрагмент ничего не происходит, только можно пока что добавить. Редактировать пока что нельзя. И презентер, вот этот фрагмент, он говорит интерактору, что нужно добавить новый видеофрагмент. Интерактор, когда мы его дергаем, он показывает роутер, что нужно показать медиапикер с лиснером, и лиснером он означает себя. Вот он медиапикер и лиснер. Это протокол, который имеет два метода. Это что видео было выбрано с таким вот URL-пассетом, и что им картинка была выбрана. Так как мы здесь выбираем только видео, то вот этот метод нам, по сути, в данной ситуации просто не нужен. Так, вот роутер. Мы показываем медиапикер. Лиснер, собственно, лиснер. Лиснер приватно сохраняем, потому что, ну, потому что имиджпикер-контроллер, он работает через делегаты, и нам нужно будет к нему позже обратиться. Дальше конфигурируем делегат. Мы медиатайп, что нам нужен только муви в данной ситуации, и source-type, что мы это делаем только из фотолибры, и камеру мы не показываем. Что такое видеоэкспорт-просет? Можно поставить просет, с которым будет обрабатываться видео, когда мы нажимаем choose, ой, секунду. Вот этот момент, вот эту кнопочку choose. Так как здесь сейчас пресет стоит pass-through, это значит, что нам не нужно никаким образом пережимать это видео, и мы его просто используем как есть. Если бы здесь стояло что-то другое, то при выборе видео мы бы видели такую вот заполняющуюся полосочку, в которой написано там, что оно там, как там, сжимается, compressive. То есть нам это в данной ситуации не нужно. Нам видео нужно такое, как оно есть. Все. То есть когда мы выбрали видео, вот, мы доставим видео URL, из инфы, с которой падает в метод делегата imagepeaker контроллера. Если URL есть, то мы лично уберем о том, что видео было выбрано. Вот, видео было выбрано. Мы movie-координатору передаем вот этот asset URL и просим его добавить видеофрагмент к нашему текущему активному проекту. Так. Вот, append-видеофрагмент. Что дальше здесь происходит? Мы берем вот этот наш asset URL, с ним генерируем наш asset. Для того, чтобы получить превью, вот эта вот картиночка, нам нужно создать image-генератор. Это тоже класс, принадлежащий EvacueTool. И он, мы создаем объект с asset. Дальше мы определяем время, которое нам сделать нужно этот snapshot. Я время выбрал. Это мы берем наш asset. И, как бы, 0,5 — это, как бы, срединный момент этого видео. То есть это вот центральный, ну, ровно середина этого видео. И дальше мы image-генератору говорим, что, как бы, сгенерируй, пожалуйста, CG-image асинхронно. Вот, для времени вот это вот самое время. То есть этих имиджей может быть несколько, если нам нужно сгенерировать. Но нам нужно только одно. И мы слушаем image, result, ну, и error. В принципе, его можно здесь не хендить, потому что если result — это succeeded, то есть у нас snapshot image, то мы проходим дальше, и мы создаем наш видеофрагмент, в который передаем asset и нашу превьюшечку. превью — это генерируется здесь по умолчанию как CG-image, поэтому нужно просто заернуть ее image, потому что мы с ним дальше будем везде так работать. Дальше мы создаем аудиофрагмент, потому что хотим, чтобы наше видео тоже сохранялось. То есть как сейчас есть, вы наверняка сейчас это не слышите, но звуковая дорожка осталась точно такой же, как она была для этих вот видео. Для этого и для этого. То есть для того, чтобы это вот сохранить и дальше дозаписать в композицию, вот в этот момент, нужно этот вот аудиофрагмент тоже добавить. И мы в наш текущий проект добавляем и видеофрагмент, и аудиофрагмент, и всех оповещаем, что текущий проект был обновлен. Собственно, наш Project Editor Interactor слушает о том, что наш активный проект был обновлен. Он просит презентеру теперь сконфигурировать новую view-модель, точно так же, как это делалось, когда мы только показываем экран. И, соответственно, наш презентер просто снова вызовется и снова как бы это все сконфигурирует и актуализирует нашу полученную информацию. Собственно, так это все и работает. На этом все. Пока что все. Какие дальше будут обновления, я буду записывать новые видео. Если у вас какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите комментарии. Всем спасибо. Пока. Успехов.